Россия! Моя Россия! Им будет что вспомнить. Потомков немцев Поволжья на родине предков встретили патриотическими песнями и необычным антуражем. В Саратовскую глубинку приехали гости международного молодежного лагеря. Студентов не зря привезли в Маркс. Когда-то этот город основали их предки, немецкие колонисты. Их пригласила сюда Екатерина II. В начале 20 века в Поволжье существовала немецкая автономия. Но с началом Великой Отечественной войны она прекратила свое существование. А всех, в ком текла германская кровь, по приказу Сталина стали выселять. Маркштадт был центром столицы республики немцев Поволжья. Экскурсия на русском. Им владеют почти все студенты. В международный лагерь они приехали в основном из Сибири. Именно туда в 40-е выселяли колонистов. И Германии. С границу родители этих ребят перебрались уже в 90-е годы. Я никогда не жил в России. Мне все интересно. Здесь все не так. Здесь дороги. В Германии как-то более чище. Но люди здесь более гостеприимные, чем там. Пройти мимо лютеранской церкви гости не могли. Многие из ребят, как и их предки, протестанты. Прихожан в местной общении около полусотни. Это тоже потомки немцев Поволжья. Они помогают пастору восстанавливать храм. Когда в Сибири жили, там мы были фашистами. До скольких уже моих сыновей-то еще фашистами называли. То, что мы научились от своих родителей, от своих бабушек. Вот это все мы должны сохранить. Сохранять традиции и рассказывать о проблемах. Именно для этого вот уже который год молодежное объединение устраивает съезд студентов из числа российских немцев. Этот юбилейный. Исполняется 250 лет, как в Поволжье стали приезжать первые колонисты. Одна из целей – это, конечно, создание неких связей на личном уровне, для того, чтобы ребята чувствовали, что несмотря на тысячи километров, которых они разделяют, они тем не менее принадлежат к одному народу. Что не пиво? Поварий напил. У нас там сортов пива, как у вас вот. Горячительные напитки студенты оставили на вечер. Ведь им еще работать и работать. Сегодня у них трудовой десант. На Старомарксовском кладбище есть заброшенные немецкие склепы. Имя Йохан, а фамилия сбит, к сожалению. Александр обходит памятники и пытается разобрать надписи. Подомок немецких колонистов он родился в Красноярске. Но его предки почти 200 лет прожили в Марксе. Тогда еще в Екатеринштадте. Дед Александра мечтал вернуться на малую родину. Но удалось это только внуку. Очень богатая была семья. После 41-го года была депортация. Депортировали в 41-м году в город Канск, Красноярского края. Я хожу и ищу, что может быть где-то отсветится моя фамилия Фаллер. Знакомой фамилии на могильных плитах Александр так и не нашел. Но решимости помочь в уборке склепов у него не убавилось. Ведь кто знает, может среди этих костей есть останки и его родственников. Елена Гришина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.